Любимые, всем привет! Сегодня с вами говорим про поджелудочную железу. Я очень давно хотела снять этот видеоролик, потому что, ну потому что, как мне говорили, потому что гладиолус. Мой педагог по математике, ладно, вспомнила. Почему? Так почему? Потому что гладиолус. И вот про поджелудочную железу, к сожалению, не гладиолус. Очень часто бывает так, что тревога, депрессия, агрессия и другие вещи связаны с поджелудочной железой. И многие думают, что нет никаких таких причин, идут к психологу, к психиатру. Ну, правильно идут, конечно, но про поджелудочную хочу вам спеть отдельную историю, супер важную. Как помочь, как увидеть проблемы и как их все убрать? Если бы, конечно, можно было помочь всем людям сразу, одномоментно восстановить железо, залечить кишечник, убрать все проблемы, я бы это сделала. Но, к сожалению, вот ролик за роликом записываю, потому что то не одно, так другое. На то она и жизнь нам дана, чтобы мы ее шли, спотыкаясь, но находя ответы. И на практике помните, что полтора грамма в день на килограмм массы тела жиров нужно, не больше. Две порции ягод, фруктов, то есть не фруктоза, чистая. Три-пять порций овощей, ну это, конечно, идеально. Некоторые там и одной порции не съедают, пьют хотя бы там хлорофилл или что-то такое. Одна-две порции цельнозерновых может быть, у некоторых вообще нет их. Это личная история, но никаких перегрузок. Если у вас перегрузка по поджелудочной железе, апатия, депрессия, агрессия, тревожность при перепадах сахара в течение дня. И есть лайфхаки, продукты, которые помогают. Это, сейчас вы скажете, свекла, ну да, свекла, но еще не свекла, брокколи крестоцветные, белокочанная капуста. Надо тестировать, кстати, у некоторых при раздражении в кишечнике может не очень зайти. Другой момент, конечно, тыквенные семечки, яйца лучше не на ужин, если поджелудочная склонна к воспалениям. Морская рыба в соответствии с переносимостью, выбирайте, просто я не скажу, что всем супер жирную. Морковь, ценный источник бета-каротина, друг печени, иммунной системы. Плюс любимые релакс, тейки, ризи, изи-пизи, йога, шавасана, супер работает. И еще один момент, тыква, печень и другие субпродукты можно 2 раза, ну 3 раза в неделю не злоупотреблять. Птица для поджелудочной будет постная лучше, если поджелудочная как-то с воспалением. И другой момент, конечно, кортизол влияет на поджелудочную. И можно сдать гликированный гемоглобин, инсулин, глюкозу, да, все это увидеть и пойти к врачу. Но если у вас есть проблемы с поджелудочной, то нужно сразу ограничивать кофеин, консервы, копчености, трансжиры, фруктозу в чистом виде. Соки и фруктовые пюре вообще надо убрать, кто этим злоупотребляет. Сою, пшеницу, кукурузу, рафинированные все эти продукты, это, конечно, не лайк. Ну и более спокойное питание будет конкретно работать для поджелудочной. Если есть стресс, то я всегда говорю, low stress, low depress. Но это можно изменить и можно с этим поработать. Пишите, я вам отвечу. Люблю вас.